МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Петр Кирыченко провел сёння прием хромадян. Жыхары нового микрорайона и забудовщики обмерковали проблемы, з якими сутыкаются новоселы. Сёння у Гомеля узнагородили пераможцов республиканского конкурсу «Бязпечное дзятинство». У Гомельским парку 8-го соковика гукали вясну. И больше подрабя знаб гэтами не только. У декрет номер 3 унесут змены. Гэта будзе зроблена подручэнні президента Беларусі Александра Лукашэнкі, який сёння провел на раду по актуальных пытэнях развитя краіны. У приватнасті до конца года будзе припынена выплата насельніством збору на фінансаванне дзяржавных расходаў. Адной з подстаў для прыняцца такого рашэння паслужэлі вынікі работы мясовых комісій па вызваленні ад выплаты збору громадян, які трапілі ў складанай жыцёвай сітуацій. Да першага красавіка будзе сформірованныя удакладненныя списы людзей, які объекты ўна повинны удзельничать ў фінансаванне дзяржавных расходаў. Была изучена, ну, наверняка, практика работы комісій на местах, изучены те, так сказать, обстоятельства, которые послужили причиной для освобождения граждан над уплаты збора. И обобщена эта практика. Ну, безусловно, легло это, в общем-то, президенту на стол для того, чтобы дать такие поручэння. Старшыня Гомельска Гагарва Конкама Пётр Кирычэнка правеў сёння приём грамадян. Запісацца да кераўніка городской улады можна было па любым пытанні. Што хвалюе гамельчан, даведаліся нашы корэспандэнты. Неабхудна шукаць ўсе махчымасті, кабаказаць чалавеку допамогу, асабліва, калі ёна пынаўся ўскладанай сітуаціям. Причым гэтае панеці не обмяжовываецца некай адной тематакай. Аказанні адрасныў дапамогі, електрифікація гаражнага кооператива, регістрація жылога дома, прадыставлення ў арэнду зямельнага участка. Асобны блок реалізація декрэта нумар 3. Гамельчанка Ірина Аджигельдыева, індвідуальны прадпримальнік, ў 2015-м працяглый час хваряла, а там участку падатка ў бюджет не пералічыла. ФЗН заплачан был, пенсіон был заплачан, а не был только доходного налога. Меня приписали в число іждзівенца. Паэтаму вот пришла просіць помащі, разабрацца в этом вапросі. Разгляд гэтае сітуація заняв некалькі хвілін. Жанчына прадаставець ўствораную прыгарвэконками рабочую групу неабходныя документы. Рашэнне будзе стану учым. Улічыць ўсі абставіны і да помахчы. Сітуацію, які трапляюць людзі, самая розныя, а таму і разглядаць кожны зворот неабходна індвідуальна. Молодого спеціаліста скоротіли адразу паслят працівкі. Работніка звольніли паскарачэні штатов. Жанчыну не праймалі на працю па прычыні ця жарнасті. Тепер іх працевладкаванням зойміцца Гарадський центр занятості, а дуплаты збору на фінансування державних расходів визволить рабочая група. Наша комісія всі ці питання буде розраховувати положительно, тому що є всі основи для того, щоб приняти такі рішення. Ну і ще раз хочу сказати, що ті, хто поки ще у нас не побіл, собирається, будь ласка, приходите, поверьте, здесь не тільки ви получите какую-то квалифіційну допомогу, роз'яснення, но і допомогу конкретну в рішенні цієї задачі і цього вапросу. Тому, якщо так просумірувати, у нас вже в городську комісію поступило більше 1800 заявлений, і подавляюча большинство із них було розраховане положительно. Олег Сентюров, Сергій Нігеревич, Ігор Маришченко, телерадиокампанія «Гомель». Ставка рефінансування на наступному тижні стратить яшчий пункт і зміншиться до 15% годових. Все літа гэта ўжо трэція зміненні, дадзі на га пакашчыку. Памеркавані працтавнікоў Нацбанка зніжэнні стала махчымым, дзякаучы замаруджванню інфляціі, а таксам астануучым тендэнціям на валютным і депазітным рынках. Запавольванні інфляцій звязана з умацаванням беларускага рубля ў студіні лютым. Яно ў сваю чарго обумовлено перевышэннім пропановы замежныя валюты над попытам на ўнутраным рынку. Чыстая пропанова сформіравалася ўасновным за кошт продажу валюты насельніцтвам. Што тычыцца депазітнага рынку, тут заховываецца становчая дэнаміка укладав ў беларускіх рублях. Гэта тлумачыцца прывабнасцю ў зроўню іх даходнасті ў реальным выражэннім. У Гомілі становіцца традиція правядзенні адзінных дзён забудовщыка. Мэта такіх сустрэч інформавання насельніцтва об правилах эксплуатации дамоў, які аня даўна здадзіна ў эксплуатацию, а таксама маніторных проблем, які ўзнікаюць ў жэльццов. Алексінць Роў даведаўся, чым застаюцца незадаволіныя будавнікі і уладальнікі новых кватэр. Забудова 59-го микрорайона, божь ведомага ў Гомілчанок Швецка горка. Пачаласе не дзе тригады таму. Агульна жылёвая площа тут павінна перавысіць 300 тыс. квадратных метров. На сёнічній дзін засталося побудаваць ўше 16 дамоў. Вінь 2014-го завершэння будавніцца пешага жылога дама ў новым микрорайоні. Раз год і три місецца адкрыцё автобусного маршрута. Яшчэ праздне какі місеццаў пачатак работы пешага гандрёвага комплексу. 59-й гомскі микрорайон раззвиваўся достаткова гудкими темпамі і сёні ўже нават не ўсега мельчані ўзгадаюць, што рані тут знаходзялся заболочэнная тэрритория. Інша справа, што за новымі малявнічымі фасадамі казаласе немала праблем. Вуліца Пенязькова, 21, жылы дом па такім адрсі, ў эксплуатацію здалі яшчэ літа минулога года. Але до гэта га часу значна частка кватэр не заселіна, ў адальнікі пратягуўць рамутны работы. Причына не токкі ў неабходніці достаткова значных затрат на проведення жаля ў парадок, але і немаленькі терміны, які спотребюча, абудовнікі ліквідавалі сваі недопрацовкі. Было даже такое, не считая там, конечно, каких-то трещин на стенах, там што-то не выведзіно, што-то не сделано, но, считая то, что эти квартиры мы покупали за свои деньги, мы все делали, хочыцца боле-мене идеальна. Не было даже заглушек на подоконниках, то есть они же входят в комплект окна, Даже заглушек не было. То есть мелких недостатков было очень-очень много. Ну і устранялись они очень длительное время. Бада і самая распозюджанная проблема, за якой сёня сутыкаецца божыць новосёлов, великая вільгоднаць ў кватэрах, будовнікі раўчі баччасто отчыняць бокны і бачча актыўно выкористовыць оттепленья, асаблёва пачас перші зімы. Разымцым ва управліні капітайнага бадавніцца пагаджаўцца, гэтай праблемы выкликаны конструктывнамі недопроцовками. Проектировщики, яшчэ на пачатковой стады, свяд дома, адмавляюцца от прымусовой венталяцыі памешканню. Не совсем даработана тема герметичнаці столярных изделіў і работы вентсистем. То есть вентсистемы у нас работают естественного пабуждення, принудительная вентсистема, это достаточно дорого, монтируем. Сустреча з жахарамі новобудовлі завершаецца запыўнюванням геравніцца гарскога управліня капітайнага бадавніцца разабрацца з усімі выказанымі просьбамі і прыняць мэры па выправліні недохопаў. Разымцым, забудовщики агучвіць і сваё бачыня причын узнікаючых проблем. Зараз значну частку товаріццаў уласнікав узначалювіць люди, які ап правилах эксплуатасы жилых домов маюць мінімальныя веды па управліні капітайнага бадавніцца перекананы, дя іх неабходна організоваць офіціальныя курсы, які не будуть абмяжовацца някакімі занятками. Урешце, жилый дом гэта складаный механізм, кераваць якім павінны прасяналы. Олег Сентюроў, Йоген Макеўнка, Телерадокампанія «Гомель». Пратягвым выпуск. Сюня ў Гомель узнагородзіли пераможца у республіканського конкурсу «Безпечное дзятінство». Месцем проведення урочистості абрали лице Міністерства по надзвычайных ситуаціях. Менавіта там два гады тому был открытый перший у Беларусі Центр безпеки. Першими змагчымастями центра ознайоміліся керавнікі навучальніх установ. Потім організовали экскурсі для наставнікав. Ця пергалу ненавидвальнікі тут выхаванцы дзятячых садов і шкільнікі. У лицея Міністерства по надзвычайних ситуаціях кажуть, що еффективність таких занятків вельми високая. Тим більше, що тільки теорії у Центрі не обмежовуються. Основний упор на практичні занятки. Для мене стало відкровінням, що нікарі репяття даже на програмі бояться вызвати при помощі обучаючої програмі бояться вызвати спасателей. Чувство страха возникає. Поэтому здесь дети все практичні пробують. Позвонить спасателям, практично пробують потушить пожар огнетушителям, находять выход из задымлённого помещения, оказывать первую медицинскую помощь на манекенах. То есть процесс обучення заключается в том, что ребята практически выполняют все навыки и действия для того, чтобы не попасть в чрезвычайную ситуацию, если попали, как выбраться из неё. Вортовальники пирокананы, коли не займаться с детьми пытаннями безпеки, ситуация може стать критичной. Республиканский конкурс «Беспечное дятинство» спроба не только звернуть увагу на проблему, а лезь настие и практичное вырошение. Алло, 101, у нас произошло возгорание, улица Рябиновая, дом 4А, квартира 13, этаж 4, Яков Левосоня. Конкурсную программу провели у некольких номинациях. От створения кутков безпеки для детей до работы с батьками. Надали увагу и выноходництвам отповедный школьный курс так само плануется дополнить. У ягу основе будут распросовки Гомельского центра безпеки. Для наставников организуют специальные курсы у институтах повышения квалификации. Первое, посмотреть, какой мы можем продукт программный внедрить в учреждение образования через те компьютерные возможности, которые есть в школах, через те мультиборды, через те проекторы, которые есть, что мы можем внедрить. Второе, что мы можем организовать в плане обучения педагогов, которые занимаются преподаванием данного предмета. И вот эти две составляющие, они могут позволить нам массово видоизменить сам процесс обучения. Студент гомельского машинобудовничего колледжа Максим Кирьянов распроцовав пальчатку робот для реабилитации хворых после инсульта. До аутора разумной прилады уже звертаются те, кому она потребна для больш худкого выздоровления. Вынаходкой поцекавилися и наши корреспонденты. С хильности Максима Кирьянова до робототехники педагоги колледжа стали зауважать, як только кемлевый подлеток пришел учиться. Дякую, че яго смелым ИДМ у интернате колледжа машинобудования з'явилися пропускная система и система полива покайовых рослин. Разумная пальчатка яго перша и поколядийное вынаходництва медицинского призначения. Пальчатка состоит из пяти сервоприводов четырех вибромоторов для воздействия на нервное окончание, нескольких метров лески, белевых крючков и процессора, который просчитывает все данные и получает команду от компьютера. Створить тренажер, яким умоцовывал кисти рук и подтримливал мышцы в тонусе, подказала само життем. Некий час студент был пациентом кардиологичного центра. Тады ж доведався, накольки дорого и складана обыходится реабилитация после инсульта. На то, как идея Максима увасобилась в життё, спотребилась всего два месяца. Сначала она была одного плана, она визуально не поднимала пальцы, таксильных ощущений не было никаких. А потом со временем с работой медиков, совместной работой с поисками аналогов пришли к нынешнему виду перчатки. Большатка-робот будет корыстный пациентам после травм, что обмежевывает функционование кистья у рук. Разумная прилада, сгиняя и разгиняя пальцы, навод, коли сам человек яшы не можа ворушить рукой. Гумовый тренажёр с компьютерным кераванием мае некольки режимов и запускается про специальную программу. Я вижу будущее вот этой модели в том, чтобы пациент работал сам в амбулаторных условиях и дома, потому что на стационаре и на стационарном этапе реабилитации мы можем провести только ограниченное в течение достаточно короткого промежутка времени. А человек с инсультом должен восстанавливаться длительно. Это месяцы и годы работы. Створенное гумельским студентам разумное пристосование, больше компактное и танное, чем аналоги, якия зараз використовываются у больницах. Пальшатки у гитым варианте со всеми комплектующими и системой керавания обидуются прикладно у 50 белорусских рублев. До аутра уже завертаются с просьбой продать мини-робота. Однако массовую вытворшись тренажер можно запустить только после технических и клинических выпробований. Заинтересовалась академия, но сейчас мы ведем с ними приговоры. До испытаний нужно провести полную модернизацию устройства. После этого можно говорить уже о испытаниях. А зараз студент-вынаходник шука инвестора для дальнейшей модернизации пальшатки и вельми спадяется, что яна зможет допомогти многим людям. У Гомельским парку 8-го саковика гукали весну. Для филиала Ветковского музея старообразництва и белорусских традиций имя Шклярова спевали веснинки. По коль гэта репетиция сам образ гуканья весны отбудется 18-го саковика. Активисты молодежной краезнавчей организации и супрацовники музея спевали обрадовые песни заклинанни, якими наши продки наближали приход весны. До репетиции могли долучиться усе жадаючая и гэта виталася. Специально подрихтовались певники с текстами песень. Вокальные дадзины не имели ніякого значения. Гамельчане у Баку не засталися и справа навод дайшла до Карагоду. Одна з мета у мероприемства популяризация мясцовых народных традиций и белорусской культуры у Вогуля. Дату проведения выбрали невыпадкова. Нездарма мы гэта зла дзельна восьмая сакавяка справа тем, што у белорусской культуры весновая обрадность мае такую подкресленную жаноцкасть. Бо мінавіта жанчыны спявали веснянки а гулам обрадность мінавіта ритуальная частка здеснялась мінавіта жанчынамі. Бо жанчыны яны близкі до гэтай ідеї народжання новага. Мінавіта за гэтай близость мінавіта дзелчыны заклікаюць весну з інша свєту вось каб тепло каб новая житцё народзілася як то і дзіцё. На гэтым выпуск завершенный у студы працавала Наталі Гнаценка. Усяго вам добрага і до новых сустречу ефіры.